Президент России Уважаемые граждане России, уважаемые депутаты и члены Совета Федерации, начну свое послание с оценки событий текущего года. В 2008 году в нашей стране произошло обновление ключевых властных институтов. По итогам выборов президента было сформировано новое правительство. В полную силу заработали в новой Государственной Думе парламентские партии. Началась реализация новых планов долгосрочного развития экономики и социальной сферы. Строятся заводы и дороги, перевооружается армия и флот, осваиваются новые технологии, создаются учебные, научные, медицинские центры. Наши спортсмены показывают примеры ярких побед. Но этот год стал для наших граждан, для всех нас, не только временем новых надежд и достижений. Произошли события, ставшие, я уверен, очень значимыми буквально для каждого в нашей стране. И одновременно серьезным испытанием для всей России. Это варварская агрессия против Южной Осетии. И, конечно, набирающий обороты глобальный финансовый кризис. Две очень разные проблемы, имеющие, однако, общие черты и, можно сказать, общее происхождение. Нападение грузинской армии на российских миротворцев обернулось трагедией для многих тысяч людей, для целых народов. В результате этой провокации резко возросло напряжение во всем Кавказском регионе. Конфликт на Кавказе был использован как предлог для ввода в Черное море военных кораблей НАТО. А затем и для ускоренного навязывания Европе американских противоракетных систем. Что, само собой, повлечет ответные меры со стороны России. О чем я еще сегодня скажу. Таким образом, локальная авантюра тбилисского режима обернулась ростом напряженности далеко за пределами региона, во всей Европе, во всем мире. Поставила под сомнение эффективность международных институтов обеспечения безопасности. Фактически дестабилизировала основы глобального порядка. Мировой финансовый кризис тоже начинался как локальное ЧП на национальном рынке Соединенных Штатов. Будучи теснейшим образом связанным с рынками всех развитых стран, и при этом самой мощной из всех экономика Соединенных Штатов потащила за собой вниз на траекторию спада финансовые рынки всей планеты. И этот кризис тоже приобрел глобальный характер. Свойства некоторых местных проблем становиться всеобщими характерны для нашего взаимосвязанного мира. Мы давно сделали свой выбор в пользу глубокой интеграции в мировое хозяйство. Мы понимаем свою ответственность. Получив значительные преимущества в период активного роста мировой экономики, Россия готова вместе с другими странами противостоять и тем трудностям, которым ведет ее замедление. Но необходимо создать механизмы, блокирующие ошибочные, эгоистические, а подчас просто опасные решения некоторых членов мирового сообщества. Ведь что греха таить, трагедия Цхинвала стала, помимо прочего, следствием самонадеянного, не терпящего критики и предпочитающего односторонние решения курса американской администрации. Думаю, возникшее после распада Советского Союза представление о собственном мнении, как и единственно верным и неоспоримым, в конечном итоге привело власти Соединенных Штатов и к крупным просчетам в экономической сфере. Надувая денежный пузырь для стимулирования собственного роста, они не только не потрудились скоординировать свои решения с другими участниками глобальных рынков, но и пренебрегли элементарным чувством меры. И не внимали многочисленным предостережениям со стороны своих партнеров, кстати, в том числе и нашим, в результате чего нанесли ущерб и себе, и другим. Но, как говорится, нет худа без добра. Урок ошибок и кризисов 2008 года доказал всем ответственным нациям, что пора действовать, и нужно радикально реформировать политическую и экономическую системы. Россия, во всяком случае, будет на этом настаивать, будет взаимодействовать на этом направлении с Соединенными Штатами Америки, с ЕС, с государствами БРИК, со всеми заинтересованными сторонами. Мы сделаем все, чтобы мир стал более справедливым и более безопасным. Я уверен, что так и будет, поскольку наша страна сильна и экономически, и политически. Военные действия августа и тревожные новости с мировых рынков наглядно проявили зрелость гражданского общества и политическое единство государства. Отрадно отметить, и говорю это с искренней благодарностью, что по событиям на Южном Кавказе крупнейшие политические движения страны действовали солидарно. Что антикризисные меры, направленные на стабилизацию экономики, также были встречены с пониманием. Полагаю, что по-другому и не должно быть, когда речь идет о народе с тысячелетней историей, освоившем и цивилизовавшем огромную территорию, создавшем неповторимую культуру, мощный экономический и военный потенциал, действующем на прочной основе выработанных, выстраданных, выверенных за века ценностей и идеалов. О наших ценностях, об общественных идеалах и о нравственных принципах хочу сказать особо. Не собираюсь никому читать мораль или пускаться в абстрактные рассуждения. Президент России – это очень конкретная и практическая работа. Но, скажу откровенно, исходя уже из собственного опыта, принимать решения, от которых зависит жизнь в самом прямом смысле этого слова, благосостояние, здоровье тысяч людей, а также репутация и судьба великого народа – очень непросто. И принимая их, твердо нужно знать – есть вещи, которыми нельзя поступиться. Есть вещи, ради которых нужно бороться и побеждать. – это то, что дорого вам, дорого мне, дорого нам всем. То, без чего мы не можем себе представить нашу страну. Наш народ духовно и нравственно богат. Нам есть чем гордиться, есть что любить. Есть что отстаивать и что защищать. Есть к чему стремиться. Поэтому мы не отступим на Кавказе. Поэтому мы преодолеем последствия мирового экономического кризиса и выйдем из него еще более сильными. Теперь, собственно, о ценностях. Они хорошо известны. Справедливость, понимаемая как политическое равноправие, как честность судов, ответственность руководителей, реализуемая как социальные гарантии, требующая преодоления бедности и коррупции, добивающаяся достойного места для каждого человека в обществе и для всей российской нации в системе международных отношений. Это свобода, личная, индивидуальная свобода. Свобода предпринимательства, слова, вероисповедания, выбора места жительства и рода занятий. И свобода общая, национальная, самостоятельность и независимость российского государства. Жизнь, 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 жизнь.